Здравствуйте, доктора. Тема сегодняшней нашей лекции – вирусные гепатиты. Сегодня мы начинаем цикл лекций по вирусным гепатитам. И сегодня будем говорить о вирусных гепатитах энтеральных. Вирусные гепатиты по своей медицинской значимости и величине социально-экономического ущерба занимают ведущее место в инфекционной патологии. Ежегодно только от вирусного гепатита В погибает 900 тысяч человек. Экономический ущерб от вирусных гепатитов в Российской Федерации ежегодно составляет 3,2 миллиарда рублей, причем только от вирусного гепатита В, вирусного гепатита С почти 1,8 миллиарда рублей. И целью нашей лекции является изучить клинику, диагностику, методы лечения, профилактики вирусных гепатитов. И сегодня мы рассмотрим вопросы о теологии, эпидемиологии вирусных гепатитах с энтеральным путем передачи, патогенез, клинику, лечение, профилактику, диагностические мероприятия, которые нужно проводить для установления этой патологии. Проблема вирусных гепатитов настолько значима, что даже был установлен Всемирный день борьбы с гепатитом. Он приходится на 28 июля. В 2020 году Всемирный день борьбы с гепатитом проходил под девизом «Будущее без гепатитов». И вот в настоящее время гепатитами инфицировано 325 миллионов человек. ВОЗ определил глобальную стратегию по элиминации вирусных гепатитов. К 2030 году снижение заболеваемости на 90% и смертности от гепатитов на 65%. Что мы понимаем под вирусными гепатитами? Острые вирусные гепатиты – это инфекционное заболевание, вызываемое гепатотропными вирусами, характеризующиеся циклическим течением и преимущественным поражением печени. Вирусные гепатиты маркируют латинскими буквами. Вирусный гепатит А, Б, С, Д, Э, Ф, Г. Но еще есть ТТВ и СН. Это уже английское произношение. Вирусные гепатиты подразделяются на гепатиты с энтеральным путем передачи. К ним относятся вирусный гепатит А, Э и Ф. Э и Ф. Вирусные гепатиты с парэнтеральным путем передачи. Вирусный гепатит Б, С, Д, Г, ТТВ и СН. Кроме того, вирусные гепатиты, вирусы, которые вызывают гепатиты, различаются как ДНК содержащие и РНК содержащие. К вирусам, которые содержат РНК, относится вирус гепатита А, С, Д, Э, Г. А вирусы, которые содержат ДНК, это вирус гепатита Б, Ф, ТТВ и СН. Этиологическая структура вирусных гепатитов у детей старше года. У детей старше одного года преобладает острый вирусный гепатит А. Он составляет до 80% всех случаев. На вирусный гепатит Б приходится 14%, ну и меньший процент приходится на вирусный гепатит С и коинфекцию различными вирусными гепатитами. В отличие от этого, в структуре вирусных гепатитов у детей до одного года преобладают парентеральные гепатиты. Вирусный гепатит Б 45%, вирусный гепатит С 33%, а на вирусный гепатит А приходится только 8% случаев. Ну и цитомигаловирусный гепатит, геопатический гепатит, смешанные этиологии достаточно уже меньшее количество случаев, меньшее значительно доля. История вопроса. Эпидемии желтух описывались еще в 7-8 веках. Ну вот в 1888 году Сергей Петрович Боткин впервые сформулировал взгляд на катаральную желтуху, как на инфекционную болезнь, и описал ее различные формы, в том числе и безжелтушные. Современный этап считается золотой эрой в изучении вирусных гепатитов. Благодаря методам генной инженерии, вирусологии, молекулярной биологии открылись новые горизонты в изучении проблемы. Первым в цепи блестящих исследований было открытие Блюнбергом австралийского антигена. За это открытие Блюнберг получил даже Нобелевскую премию. В дальнейшем были открыты вирусы гепатита А, Б, С, Д, ну и открытый Ф, Э. Арбитражным методом изучения вирусных гепатитов стала разработка метода полимеразной цепной реакции. За нее Мюллису и Смиту тоже была присуждена Нобелевская премия. И значимость проблемы в 2020 году подчеркнула присуждение в Нобелевской премии по физиологии и медицине в этом году, ведь в 2020 году, Харри Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие и описание вируса гепатита С, которая позволила разработать методы эффективной терапии, лекарства, которые теперь эффективно воздействуют на этот вирус и позволяет излечивать 98% случаев вирусного гепатита С. Ну и 28 июля, еще раз напоминаю, Всемирный день борьбы с гепатитом. Его установила Всемирная организация здравоохранения. И в этот день как раз проводится актуализация всех вопросов вирусных гепатитов, рассказывается о вирусном гепатите, привлекаются лица к вакцинации против вирусного гепатита, рассказывается об актуальности этой проблемы, о мерах борьбы с ней. Среди отечественных ученых большие монографии по гепатитам, написанные профессором Саринсоном Соломоном Наумовичем. Среди детских инфекционистов вопросам гепатита большое внимание уделяли академик Нины Ивановича, академик Василий Федорович Учайкин. Подымова Светлана Дмитриевна издала огромную монографию болезней печени, где тоже актуально освещены вопросы гепатитов и диффекциальной их диагностики. Сегодня мы будем говорить о вирусном гепатите А, В, прежде всего, о них. Вирусный гепатит А или болезнь Водкина – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гепатита А, с преимущественно фекально-оральным механизмом передачи, который характеризуется кратковременными симптомами интоксикации, нарушениями функции печени различной степени тяжести и доброкачественным течением. Это определение приводится в клинических рекомендациях. Острый вирусный гепатит А у детей, да, я хочу обратить ваше внимание именно на кратковременные симптомы интоксикации, нарушения функции печени и доброкачественное течение. То есть вот эти очень характерные признаки гепатита отражены даже в определении. Возбудителем вирусного гепатита А является РНК-содержащий вирус. Пикорновирус относится к 72-му типу энтеровирусов. Это 72-й тип энтеровируса. И, соответственно, он нечувствителен к эфиру, устойчив к действию кислот и щелочей. Инактивируется только раствором хлоранина, формалина, уфо при нагревании до 85 градусов в течение одной минуты. Ну, он достаточно устойчив при комнатных температурах, в экскрементах до 30 суток, в воде до 10 месяцев. И этим объясняются водные вспышки заболевания. Посмотрим на его структуру. Он мелкий, имеет всего 27-30 нанометров, имеет голый капсид и один серотип. Это позволило создать вакцину. Генотипов 7 в России присутствует. Первый генотип в основном, а серотип 1. И это хорошо, потому что вакцина защищает от всех вирусов, от всех генотипов этого вируса. Заболеваемость вирусным гепатитом А наиболее высока в странах Африки, Латинской Америки, достигая до 200 на 100 тысяч. В странах Азии 60-200 тысяч на 100 тысяч населения, 60-200 на 100 тысяч населения. Менее выражена она у нас в России, 5-30, ну, сейчас где-то на уровне 5 на 100 тысяч населения. В США, в странах Северной Европы тоже 5-30. Ниже 5 показатели в скандинавских странах, ниже 5 в скандинавских странах. Посмотрим на динамику показателя заболеваемости в Российской Федерации. Посмотрите, последний высокий подъем, самый высокий, был в 1983 году. 283 на 100 тысяч населения. И затем волнообразно у нас идет снижение. Периодические подъемы заболевания наблюдаются через 10-12 лет. Но здесь у нас на слайде через 6-7 лет. И каждая волна ниже предыдущей. И вот в 2000, тут почему-то не отразились, в 2019 году у нас показатель заболеваемости ставил 2,8 на 100 тысяч населения в Российской Федерации. И в прошлом году он тоже такой же был 2,8. То есть небольшая плата. И если мы сравним периодичность, когда этот подъем произошел, то вот 31 показатель был в 2005 году. И в 2000 у нас уже, тут не отражено, 6-7, 8-9, 51, 12-й. В 2012 году 7,2. Ну и вот сейчас уже у нас показатель значительно ниже. Волнообразное течение заболевания. Во многом снижение заболеваемости обусловлено вакцинацией. Вакцина, инактивированная против гепатита А, включена в национальный календарь прививок по эпид-показанию. И посмотрите, вот количество вакцинированных, да, и как снижается заболеваемость в зависимости от отхвата прививками. В зависимости от отхвата прививками. Если в 2016 году было еще 4,39, то в 2017-2019 2,8. В пермском крае показатель заболеваемости в целом по пермскому краю составляет 5, да, в 2019 году. Коды почему-то тут не отразились у меня. А если говорить о детях до 17 лет, то заболеваемость у детей выше 8,3. И если сравнивать с показателем заболеваемости в Российской Федерации, то у нас в 1,7 раза примерно заболеваемость выше, чем в целом по стране. Последний подъем в пермском крае был в 1995 году, 283 на 100 тысяч населения. Если сравнить заболеваемость по возрастным группам, то группой риска являются неорганизованные дети дошкольного возраста, 3-6 лет. У них показатель 24,5, почти в 5 раз выше, чем в целом по региону, да. И вот в 2019 году еще группа риска выявилась, одна высокая заболеваемость у подростков 15-17 лет, 6,6, 6,6. Если динамику просматривать всех показателей, то у нас все показатели во всех возрастных группах заболеваемость вирусным гепатитом А снизилась, а вот в этой группе подростков 15-17 лет оказалась заболеваемость возросла. Ее даже в предыдущие годы, эту группу не выделяли. Выделили только в 2019, у них показатель достаточно высокий, выше, чем в среднем по пермскому краю, 6,6. Ну, конечно, он не превысил группу риска детей 3-6 лет неорганизованных. Организованных прививали, а неорганизованные остались неохвачены. И вот у них, конечно, заболеваемость превышает все остальные возрастные группы. Источником инфекции при вирусном гепатите А является больной вирусоноситель. Вирус содержится в крови, фекалиях и в моче. Пик заразности наступает еще до клинических проявлений заболевания, в инкубационном периоде, первые за 7 дней, 7 или 10 дней до начала заболевания. Фаза активной репликации вируса очень кратковременна, 2-3 недели. Когда появляется клиническая картина, когда выявляется желтуха, то уже только 10-15% больных выделяют вирус. А к четвертому дню от появления желтухи вирус обнаруживается в единичных случаях. То есть пока клиники нет, больные заразны. А когда появляется выраженная клиническая картина, заразность больных уменьшается. Поэтому особенно опасны больные с инаппаратными формами болезни. В преджелтушном периоде, безжелтушными формами, которые ведут активный образ жизни и контактируют с незараженными людьми и распространяют эту инфекцию. Механизм передачи этой инфекции фекально-оральной. Это кишечная инфекция. Пути передачи. Контактно-бытовой. Такова природа вспышек в организованных коллективах. У нас в прошлом году вспышки были в Березниках. И сводятся они, конечно, к элементарному нарушению правил гигиены, недодлежащему уходу за детьми, низкой санитарной культуре. Пищевой путь. Передается возбудитель через салаты, винегрет, вяленую дыню. Может передаваться через устрицы, которые являются аккумулятором вируса. Замороженную клубнику, мороженое. Водный путь имеет большое значение. Ну вот, недоброкачественная вода, да, так звучит у ВОЗ, этот фактор передачи. Возможный парентеральный путь, посттрансфузионный вирусный гепатит. От больных, когда переливают кровь, у них, у инцепиентам происходит заражение. Но вирус через плаценту не проходит, поэтому вертикального пути передачи здесь не существует. И имеет значение и половой путь. Половым путем тоже в острую фазу вирус можно передать. Индекс контагиозности зависит от возраста. У детей от 2 до 10 лет он приближается к 0,6-0,8, а к 15 годам снижается до 0,2. Чаще болеют дети в дошкольном возрасте в 3-7 лет. Причем у детей первых 2 лет жизни заболевание может протекать в 90% случаев в латентной форме. А у детей до 10 лет латентная форма только в 50%, в дальнейшем у 30. Заболеваемость может протекать как спорадическая, так и могут возникать эпидемические вспышки. Сезонность характерна для этого заболевания, осенне-зимнее, сентябрь-небад. Периодичность. Периодические подъемы каждые 10-12 лет могут быть и через 3-4 года, через 6-8 лет, как мы видели на слайде. После перенесенного заболевания сформируется стойкий пожизненный иммунитет. В сердце управляемая есть вакцина. Патогенез вирусного гепатита А. Вирус гепатита А обладает гепатотропностью. Он проникает прежде всего в печень и там вызывает воспалительный процесс. Вызывает прямое цитопатическое действие на гепатоцит. Приводит к разрушению гепатоцита. С пищевыми массами, водой, через рот возбудитель попадает в желудочно-кишечный тракт. Затем через лимфоидную систему кровь и с портальным кровотоком попадает в печень. Наступает фаза паренхематозной диффузии. Возбудитель прикрепляется к гепатоциту благодаря наличию родственного рецептора. Имеет значение белоконнексин. В гепатоците происходит репликация вируса. Вирус взаимодействует с биологическими макромолекулами, участвующими в процессах детоксикации. При этом происходит освобождение свободных радикалов и усиливается перекисное окисление липидов клеточных мембран и субклеточных мембран. Возникает их структурная дезорганизация. Проницаемость клеточных и субклеточных мембран повышается. Появляются своеобразные дыры в гидрофобном барьере клетки. И возникает центральное звено в патогенезе гепатита. Это синдром цитолиза. Синдром цитолиза. Так как клетка разрушается, то в ней появляются отверстия, дыры так называемые. Биологически активные вещества по градиенту концентрации покидают клетку. В клетке содержание биологически активных веществ выше, чем в межклеточной жидкости в 10 или даже в сотни раз. Поэтому они покидают клетку, уходят в кровь. И возникают метаболические расстройства, электролитный дисбаланс. Потому что содержание ферментов биологически активных веществ в клетке падает. Соответственно и метаболические процессы нарушаются. Ферменты теряются. Снижается биоэнергетический режим химических превращений. И это приводит к нарушению обмена белков, жиров, углеводов и пигментов. Замена калия и онаминатрия. Калий покидает клетку. В клетке находится натрий. Он притягивает воду. И происходит набухание гепатоцитов. Возникает ацидоз. Активируются кислые гидролазы. И все это еще больше усиливает поломки в обмене веществ. Возникает некроз отдельных гепатоцитов. Происходит высвобождение вирусных антигенов. И образование аутоантигенов. Стимуляция макрофагов Т и Б клеточных систем иммунитета. Образование специфических антител и аутоантител. Происходит образование иммунных комплексов. Фиксация их на ткани печени. И возникают элементы аутоагрессии. Именно элементы. Потому что в полной мере аутоагрессия не реализуется. Повреждение печеночной ткани всегда ограничено. И быстро наступает элиминация вирусных антигенов и аутоантигенов. Иммунная реакция купирует воспалительный процесс. И возникает выздоровление. Доброкачественное течение имеет заболевание. Билирубиновый обмен напомню немножечко. Первая фаза билирубинового обмена – образование свободного билирубина. В предках ретикулофагоцитарной системы из гемоглобина образуется билирубин, который является жирорастворимым, токсичным для центральной нервной системы. Дает непрямую реакцию Вандерберга для того, чтобы нужно добавлять спирт. И в таком виде он токсичен. В крови он обычно связывается с альбумином и разносится по крови и попадает в печень. Где, соединяясь двумя молекулами гликуроновой кислоты, образуется нетоксичный прямой билирубин, дающий прямую реакцию Вандерберга, и водорастворимый билирубин и гликуронид. Это происходит сначала фаза захвата билирубина, а третья фаза комбигации соединяясь с гликуроновой кислотой двумя молекулами и образованием уже водорастворимого нетоксичного билирубина. Или так называемого билирубина. Затем билирубин экскретируется в 12-перстную кишку и продвигается, пятая фаза, по кишечнику. По кишечнику. И восстанавливается, образуется уробилиноген, а затем гистерто-билиноген. Существует фаза печеночно-кишечной рециркуляции, когда продукты обмена билирубина всасываются в кровь и затем происходит реэкскреция билирубина в расцвет кишечника. Когда образуется большое количество уробилиногена и нарушается функция реэкскреции, то часть уробилиногена может попадать в почки. И этот уробилиноген определяется, как на воздухе окисляется, образуется уробилин, который является пигментом больной печени. Его можно определить, добавив в мочу какой-то окислитель, тот же хлопок, получить лёное окрашивание. Это будет свидетельствовать о том, что у нас уже идёт гепатит. И пигмент больной печени. Вообще, обычно в норме у нас прямой билирубин в небольших количествах присутствует в моче, потому что он выделяется в кровь в небольших количествах. Часть его основная выходит в кишечник, но часть может выделяться в кровь. И уровень прямого билирубина в крови достигает 2,1 и 5,1 микромоль на литр. А общий билирубин 8,5-20,5 микромоль на литр. И прямой 6,4-15,4 микромоль на литр. То есть в норме прямой билирубин в крови присутствует. В моче тоже присутствует, придавая ей соломи на жёлтую окраску. Но при гепатите первая функция, которая нарушается, это фаза экскреции связанного билирубина. И когда экскреция нарушена, то у нас и стул светлеет, там билирубина нет. Он становится белым или цвета глины. И моча темнеет, потому что количество, то что не выделилось в кишечник, попадает в кровь. И окрашивает бердокраску моче, она становится цвета пива. И уровень его растёт. Прямой билирубина в крови уровень возрастает. При гепатитах сначала страдает функция экскреции, затем захвата, затем конвигации. При желтушной стадии мы можем увидеть уробилиноген, алипигмент больной печени, моче. В желтушную стадию гепатоциты выделяют синтезируемую жечь не только в желчной капиллян, но и в кровеносной. Поэтому растёт билирубин за счёт прямой фарации. В дальнейшем может нарушаться конвигация. Сдавление желчных капилляров отёчными гепатоцитами, затруднение эвакуации желчи и уменьшение поступления желчи в кишечник. Тяжёлое поражение печени, полная утрата способности захватывать и преобразовывать билирубин в прямой. Тогда растёт ещё и непрямой билирубин. Морфологические изменения. Вот если мы посмотрим на печёночную дольку, здесь она шестигранная изображена. Но есть ещё и в виде ацинуса. Вот ромбик такой между печёночной веной и триадой или воротной веной, печёночной артерии, желчным протоком. Портальным трактом и снова присоединяем печёночную вену к другому портальному тракту. Или у нас может быть в виде треугольной дольки, так называемой соединяющей печёночной артерии, печёночные вены, центральные вены, печёночные центральные вены. Вот у нас есть печёночная артерия, здесь изображена воротная вена и желчный проток. Или это у нас называется портальный тракт. Так вот при гепатите А поражение начинается с портального тракта, потому что по портальной вене возбудитель как раз и проникает в печень. И здесь вот изменения как раз вокруг портальных трактов по периферии печёночной дольки. Чаще всего они, вот здесь они начинаются и здесь от них локализуются. Некроз обычно фокальный, зональный по периферии печёночной дольки. Очаги некроза между собой при гепатите А не соединяются. Ну и массивного некроза при гепатите А не бывает. Вокруг портальных трактов небольшой вот тут некроз печёночной дольки может быть. Заболевание имеет циклическое течение. В течение заболевания выделяют инкубационный период, период желтушный или продрамальный, катаральный, начальный, его другие названия, желтушный период или период паренхиматозного гепатита, и период реконволюсценции. Инкубационный период длится от 7 до 45 дней, но мероприятие в очаге по санитарным правилам проводится в течение 35 дней. Преджелтушный период длится в течение недели от 3 до 7 дней, но он может удлиняться до 10 дней или окорачиваться до 1-2 дней. В периоде преджелтушном мы видим интоксикационный синдром, может быть катаральный синдром у 15-20% пациентов, диспепсический синдром, иногда он проявляется только как в абдоминальной лиге боли в животе в средстве увеличения печени из-за растяжения капсулы печени. Артерологический при гепатите А бывает крайне редко, но и смешанный синдром сочетания катарального, обычно, и диспепсического синдрома. В этот период уже увеличивается печень, появляется холлея темная моча, моча света пива и обесцвеченный кал. А холлея белирубин не поступает в кишечник, и, соответственно, цвет кала меняется, потому что коричневый цвет калу придает стеркобелин, который окисляется на воздухе, когда стеркобелиноген выходит, и это окисляется и придает коричневую окраску калу в виде стеркобелин. Ну вот, когда нет этого продукта, соответственно, и цвета у кала нет, цвет глины, кал становится обесцвеченным. Или, по-другому еще говорят, белый цвет глины, кал. Увеличение трансаминаз происходит аспарагиновой и аламиновой. А вот и арсты, и арлаты, и арсат, одно и то же это. Интоксикационный синдром характеризуется субфибрилитетом или, может быть, небольшое повышение температуры выше 38,5 градусов, слабостью, вялостью, недомоганием, ощущением разбитости и усталости, могут быть даже головные боли и познабливые. Иногда называли этот синдром еще гриппоподобным. Катаральный синдром характеризуется небольшими катаральными явлениями, заложенностью носа, першением горли, небольшими болями и покашливанием. Блиспетический синдром характеризуется снижением аппетита вплоть до полного отказа от еды. При этом теряется вкусовое качество пищи, горький вкус пищи приобретает, возникает чувство тяжести в правом подреберье, тошнота и рвота, возникает дисфункция кишечника в виде задержки стула или послабления, нитиоризм может быть, но и боли в животе, нарастающие интенсивности, связанные с растяжением капсулы печени вследствие увеличения печени, иногда имитируют хирургическую острую патологию. Дети иногда попадают с этими болями в кровоте в хирургический стационар. Боли в животе держатся примерно 1-2 дня и заканчиваются спонтанно. Можно еще этот болевой синдром характеризовать как абдоминальный синдром. В дальнейшем наступает желтушный период. Желтуха проходит 3 стадии. Нарастание максимального проявления и спада желтухи. И длится желтушный период примерно 7-14 дней. Но в зависимости от тяжести он немножко может удлиняться. Больной может желтеть за одну ночь. Желтуха появляется быстро. Период нарастания желтухи очень может быть короткий. Сначала электричность появляется на склерах. Затем у нас изменения наблюдаются на слизистой оболочке полости рта, шеи, ушты, раковинах. Желтушный синдром выражен при гепатите А. В оттенке желтухи различны от пледно-желтого до шифранового. И желтуха держится на максимум 2-3 дня и затем начинает уменьшаться. Затем начинает уменьшаться. Период паренхематозного гепатита состояние больного с появлением желтухи улучшается. Это один из кардинальных признаков, отличающих вирусный гепатит А от других вирусных гепатитов. При появлении желтухи самочувствие больного и общее состояние больного улучшается. Связано это с тем, что репликация вируса уменьшается. Только в 10-15% вирус определяется в калии и моче в этот период. И соответственно уменьшаются и признаки интоксикации. Температура снижается, сохраняется слабость небольшая, сниженный аппетит и периодически возникают боли в животе. На высоте желтухи печень максимально увеличена, край ее плотненький, закруглен, болезненный при пальпации. У 13% может быть увеличена селезенка. Моча максимально насыщена, калобис свечен. Со стороны других органов и систем изменения небольшие, незначительные. Но со стороны сердечно-сосудистой системы могут быть не умеренное брагикардия, некоторое снижение артериального давления, ослабление небольшой сердечных тонов, нечистота первого тона и систолический шум на верхушке. И большой акцент второго тона в легочной артерии могут быть кратковременные экстрасистолины. Рассмотрим биохимические показатели при гепатите. Так называемые печеночные пробы. Общий билирубин увеличивается. Увеличивается он в основном за счет прямого билирубина. Уровень общего билирубина при легкой форме составляет 85-100 микромоль на литр. При средне-тяжелой до 170 микромоль на литр. При тяжелой более 170 микромоль на литр. Желтуха, как визуальное проявление гипербилирубины, появляется у взрослых при 34 микромолях на литр. У новорожденных при 85 микромолях на литр. А у недоношенных при 120 микромолях на литр. Почему у недоношенных и новорожденных показатели, при которых кожа прокрашивается выше? Это связано с тем, что у них слабо раз подкожно-жировой слой. И естественно накопление билирубина происходит в значительно меньших количествах. И поэтому, когда только высокие цифры билирубина возникают, у нас появляется желтушное окрашивание кожи. Но эктеричность склеев появляется уже при превышении нормального содержания билирубина в крови. Больше 20,5 микромолях на литр появляется уже эктеричность склеев. А вот кожа у взрослых при уровне 34 микромолях на литр только покрашивается. Но у новорожденных недоношенных позднее. То есть мы желтуху увидим только уже при минимуме средне-тяжелой форме болезни. Прямой билирубин увеличивается, а при тяжелых формах растет и непрямой билирубин. Потому что нарушаются уже функции и конъюгации. Печеночно-клеточные ферменты растут. Синдром цитолиза появляется. В результате повышается аминовая аминотрансфераза. Эта аминотрансфераза называется печеночная, аголтэ или алат. В норме ее содержания 0,1-0,68 ммол на литр. Ну если разбирать в единицах, то до 40 ммол на литр. Это нормальное содержание аминотрансфераза. Она считается печеночной, потому что она образуется в основном в печени. Но в гиалопразме гепатоцитов содержится гиалопразме гепатоцитов. И соответственно при их разрушении фермент этот в большой концентрации поступает в кровь. Фермент может образовываться, кроме того, она и в предках поджелудочной железы, почек, скелетной мускулатуре может присутствовать в небольших количествах и миокардия. Что касается аспарагиновой аминотрансферазы, то она при гепатитах тоже повышается. Но этот фермент считается больше сердечной трансаминазой, потому что он присутствует в митохондриях в том числе. И при инфаркте миокарда, потому что этот фермент содержится еще и в сердечной мышце, содержится тоже в печени, может содержаться в скелетной мускулатуре, в нервной ткани. И при инфаркте миокарда растет этот фермент. Поэтому аспарагиновая аминотрансфераза больше повышается при, еще считается, сердечной аминотрансферазе. И соотношение аспарагиновой колониновой аминотрансферазе или коэффициент Деритиса в норме равен примерно единице. Аспарагиновая аминотрансфераза 0,1 0,45 ммл. Если в единице, то до 40 ммл. Поэтому коэффициент равен единице. Но при гепатитах аламиновая растет, аспарагиновая может оставаться на тот же уровне и немножко повышаться. Коэффициент будет меняться в сторону снижения. Белковые пробы мы определяем. Тимуловую зависит от стойкости белкового коллоида. При добавлении тимула в норме 0,4 единицы. При гепатите она растет, при гепатите А, и связана она с повышением содержания гамма-глобулина. Сулимовая проба, наоборот, при гепатитах снижается, характеризует снижение альбуминов в норме на 80-100%. Какие выделяют синдромы? Выделяет синдром, лабораторный синдром цитолиза. Характеризуется он увеличением активности ферментов индикатор цитолиза. Растет аламиновая аминотрансфераза, аспарагиновая аминотрансфераза, альдолаза растет и глютамат-дегидрогеназа. Пятая и четвертая фракция лактанда гидрогеназа, которая характеризует больше поражения печени. Кроме вот этих ферментов индикаторов цитолиза увеличивается билирубин за счет прямой фракции. Маркеры холестаза характеризуют синдром холестаза. Увеличивается щелочная фосфатаза. В норме ее содержание зависит от метода определения. Его обычно приводят в скобочках норм. Лаборатория всегда пишет. И гамма-глютамилтранспиткидаза. В норме до 800 наномоль на литр в сутки. 5 нуклеатидаза тоже увеличивается. В норме ее содержание 11-122 наномоль в сутки на литр. Растет прямой билирубин и увеличивается холестерин. В норме его содержание должно быть менее 5,2 ммолей на литр. При гепатитах развивается синдром гепатоцеллюлярной недостаточности или гепатодепрессии. Печень участвует во всех видах обмена. Участвует в синтезе белков, прежде всего, факторов протрамбинового комплекса. И вот при гепатитах общее содержание белка снижается. Снижается содержание альбуминов. Снижается содержание протрамбина, проакцеллирина и проконвертина. Фактора свертывания крови. Фибриноген. Растет международное нормализованное отношение. Снижается холестерин. Активность холеностеразы. Ну и вследствие шунтирования растет содержание аммиака, фенолов, мук, даже увеличивается аминокислоты. Визенхимально-воспалительный синдром. Менее характерен для вирусного гепатита А. Но тоже бывает, потому что тимоловая проба растет. Это свидетельство тут увеличения гамма-глобулинов. При вирусных гепатитах могут увеличиваться и бета-глобулины. Изменение от белково-осадочных пробки Моловой, Сулимовой и Рейкмана. И увеличение иммуноглобулинов класса М, Г и А. Появляются одни специфические антитела, в том числе к ДНК, гладкомышечным волокнам, митохондриям. Но это более характерно для гепатитов другой этиологии. Изменение содержания Т-хелперов и Т-супрессоров. Все это относится к мезенхимально-воспалительному синдрому. Как выглядят сирологические маркеры при вирусном гепатите А? Определяется РНК вируса методом полимеральной цепной реакции. Методом иммуноферментного анализа можно посмотреть наличие антител классов М и Г. Антихав и Г или Антихав и Г. Ну вот посмотрим на эту картиночку. Ну здесь у нас в инкубационном периоде определяется вирусный антиген в калии. Методом ПЦР можно определить. И смотрите, к восьмому дню от начала болезни уже уровень вирусного антигена в калии минимальный. Только в единичных случаях выявляются вирусы в калии. К началу желтухи, вот у нас тут клинический период желтушный, четвертый день от начала заболевания. Тоже говорят, что вирусный антиген определяется в 10 и только 15% болезни. То есть его максимальная концентрация, мы говорим, за 7-10 дней до появления желтухи. Ну вот здесь вот у нас максимальная концентрация нарисована за 2 дня, к примеру, до появления желтухи. Иммуноглобулины класса М появляются тоже еще в инкубационном периоде, в продромальном периоде преджелтушном они могут появиться. И их количество уже к 16 дню от начала болезни снижается. И вот когда прекращается желтуха, уменьшается содержание вирусного антигена в калии, начинают расти иммуноглобулины класса G, содержание которых может продолжаться на достаточно высоком уровне уже даже несколько месяцев, ну 4 недели и там 3 месяца, 6 месяцев даже может держаться они на отличном уровне. В общем анализе крови. Это вирусная инфекция, поэтому обычно появляется лейкопения или ноноцитоз, лимфоцитоз характерен, могут увеличиваться плосматические клетки, нейтротировые количества снижаются и небольшой моноцитоз тоже может присутствовать. В целях дифференциальной диагностики в вирусном гепатите А могут быть проведены иммуноферментные исследования к герсиниозу, в калии антиген поискать можно к герсиниям, можно провести полимеразную цепную реакцию для диагностирования герпетической инфекции. Герпес вирусов самих как таковых, вирусы Эпштейна-Барц, эмираловируса. Могут быть проведены исследования на наличие аутоантител, поискать аутоиммунный компонент, цитологическое исследование москов костного мозга, церулоплазмин и медь, сыворотки и мочи для исключения гепатолентикулярной дегенерации печени, наследственного заболевания, доденальное зондирование, дефицит альфа-1 антитрипсина можно поискать, альфа-1 антитрипсин составляет большую долю альфа-1 глобулина. Иммунограмму посмотреть, криотинкиназу поискать, мышечная метрофия дюшена, как раз характеризуется выходом криотинкиназы в кровь, и спинно-мозговую пульсу провести. Методы инструментальной диагностики могут быть применены, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, компьютерная томография, магнитоядерная томография, эзофагогастродиоденоскопия, эластография печени, аппаратом фиброскан, электрокардиография и рентгенография брюшной полости. В период реконволюсценции желтуха исчезает, восстанавливается нормальная окраска кала и мочи, постепенно уменьшаются размеры печени и нормализуются транссиминазы. Они обычно отстают от снижения признаков интоксикации, некоторое время еще небольшая ферменты не может быть. Иногда сохраняется увеличение селезенки, но и нормализация размеров печени, восстановление функций наблюдается через 2-3 месяца от начала болезни, иногда затягиваются до 6 месяцев. По классификации в течение вирусного гепатита А выделяют манифестную форму и бессимптомную форму. Манифестная желтушная форма подразделяется на желтушную цитолитическую или типичную, которая характеризуется и клиническими проявлениями желтухи, и наличием синдрома цитолиза, признаками интоксикации, программальным соответствующим периодом. Желтушную цитолитическую с холестатическим синдромом она встречается значительно реже, у 2-2,5% детей, и в клинической картине добавляется здесь кожный зуб и явление холестаза. Желтушную холестатическую атипичную. Эта форма встречается обычно у подростков. При этой форме синдром цитолиза не выражен, но есть признаки повышения температуры, субфибрильная температура может держаться. У таких детей возможно появление лейкоцитоза, нейтрофилеза в крови, воспалительных изменений и явление холестаза мы тоже видим в виде повышения щелочной фосфатазы, АСТ, холестерина и кожный зуб выражен может быть при этой форме. А вот цитолиз тут не на высоких цифрах. Есть безжелтушная форма болезни, тоже она относится к манифестной. При этой форме есть все клинические признаки заболевания, но нет желтухи. То есть уровень билирубина невысокий, и желтушного окрашивания мы не видим. Безжелтушные формы в 2-3 раза превышают частоту желтушных форм. Бессимптомная форма может встречаться у 25-30% больных. При этой форме клиники нет. Обычно этих больных выявляют при обследовании контактных. И может быть небольшое увеличение печени у них. Субклиническая форма характеризуется еще и наличием у детей не только выделения антигенов вируса, но и небольшим повышением трансэминаз. То есть параклиника есть, субклинической клиники как таковой нет, а параклинические изменения есть. То есть у нас есть небольшой уровень трансэминаз, небольшой, выделяется возбудителем его антигены, и появляется титр антител к данному возбудителю, к данной инфекции, антитела. ИГМ, ИГЖ, уровень мы их определяем. Это форма субклиническая, а при аппаратной форме характерно только выявление антител. Уже трансэминазами никакой мы не увидим. Ну, естественно, вирус тоже, его антиген тоже может уйти. По степени тяжести заболевание делится на легкую, средне-тяжелую и тяжелую. По длительности течения, течение может быть острая циклическая до 3 месяцев, острая затяжная, ваниентная, до 3-6 месяцев. Легкая форма болезни. Вот классификация острых вирусных гепатитов. Во всех здесь приведена критерия геологического диагноза, тяжесть болезни и критерии тяжести. Мы здесь посмотрим с вами. Значит, для легкой формы болезни характерно, она встречается где-то в 50% случаев, и для нее характерна интоксикация, небольшая субфибрилитет, может быть при этом заболевание 2-3 дня, который держится. Печень увеличивается до плюс 3 сантиметров, ниже края реберной дуги выходит. Кроме того, у нас изменяется уровень билирубина, он повышается до 85-100 микромоль на литр. Протамбиновый индекс на нижней границе нормы до 80% снижается. АЛТ повышается до 10 норм. Желтушный период где-то 37-10 дней при этом заболевании. Средне тяжелая форма характеризуется более выраженными симптомами интоксикации, встречается где-то в 30% случаев. И при этом у нас может быть температура 38-39 градусов, может быть печень увеличена до плюс 4-3 сантиметров, может быть билирубин имеет до 170 микромоль на литр, протрамбиновый индекс снижается до 60%, трансаминаза увеличивается до 10-20 норм. Тяжелая форма болезни. Ну здесь если говорить о продолжительности средне тяжелой формы болезни, о продолжительности желтухи при этой форме, она может быть более длительной 2-3 недели. Если говорить о тяжелой форме болезни, она имеет острое течение, характеризуется выраженными симптомами интоксикации, с повышением размеров печени плюс 4-6 сантиметров ниже края реберной дуги печень выступает. Кроме того, у нас может быть билирубин, более 170-200 микромоль на литр, протрамбиновый индекс снижается до 40-60%, и трансаминазами растет в более 20 норм АЛТ. Вот эти формы легкой, средне-тяжелой и тяжелой характерны для вирусного гепатита А. Опорные критерии первичной диагностики вирусного гепатита А. Указания о контактах с больными с учетом продолжительности инкубации. Групповая заболеваемость с формированием эпидемических очагов детских и молодежных коллективов. Характерная осенне-зимняя сезонность с максимумом сентября-ноября. Детский 3-7 лет, подростковый и молодой возраст заболевших. Острое начало болезни с выраженной температурной реакцией и проявлением интоксикации. Увеличение печени, часто в сочетании с увеличением селезенки. Короткий преджелтушный период 4-6 дней и имущественно протекающий с диспепсическими расстройствами. Потемнение мочи, посветление окала, предшествующее появлению желтухи. Слабая интоксикация и малая продолжительность желтухи. Улучшение общего состояния больных с появлением желтухи. Крайне редкое развитие тяжелых форм болезней и отсутствие хронизации процесса. Дифференциальный диагноз следует проводить с ростыми респираторными вирусными инфекциями, особенно это касается катарального или продромального периода, с острыми кишечными инфекциями, инфекционным мононуклеозом, севдотуберкулезом, острым гастритом, аппендицитом, когда у нас идет абдоминальный синдром, панкреатитом, холециститом и всеми видами желтух. Ну или с гепатитами другое тело, естественно. Обоснование и формулировка диагноза. В диагнозе указывают нозологическую форму, клиническую форму, степень тяжести и период болезни и обязательно метод верификации диагноза. Например, острый вирусный гепатит А, антихармоноглобулины позитивные, метод ДМИФА, манифестная желтушная циклитическая форма, типичная средней степени тяжести, циклическое течение, осложнение острых холонгит, сопутствующие хронический конзилет, не обострение. Приводим клинический пример. Девочка Таня 10 лет, заболела 1 апреля, у него заболевание началось с повышения температуры до 38 градусов, боли в животе, приступообразного характера, тошнота. Госпитализирована в хирургическое отделение 2 апреля. В общем анализе крови у нас небольшой лейкоцитоз, 8,5, резинофилов 1%, палочек 8, сегментов 58%, лимфоцитов 30%, моноцитов 3%, соя 6 мм в час. При лапаротомии явление простого аппендицита. С пятого дня появилась желтуха, то есть это у нас было уже 5 числа, 5 апреля, с нарастающей интенсивностью на фоне прогрессирующего нарушения состояния, которое потребовало перевода в отделение реанимационной терапии, и 6 апреля ребенок был оттуда переведен в отделении гепатитов. Динамика биохимических проб с 5 апреля. Общий билирубин 164, 216, 163,7, 153, и затем он снизился. Прямой билирубин тоже достигал 163,7 микромолей на литр. Аланиновая аминотрансфераза 345, то есть если мы это в миллимолях на литр, у нас там 0,68, да, посмотрите, как в 400 раз увеличено. Протрамбиновый индекс на 9-й день болезни 58, на 13-й день 69. Тимоловая проба тоже возросла, и сулемовая проба у нас снизилась. И таким образом мы с вами что видим? Что у нас ребенка прооперировали перед продромальный, да, у нее был выраженный абдоминальный синдром, ну, катаральные небольшие изменения в пендиксе нашли, а в принципе у ребенка был гепатит. И вот такая операция, конечно, неблагоприятно сказалась на течение заболевания, но значительно утяжелилась, да, были высокие показатели лицитолиза, да, и билирубина в крови больного. Ну, и самочувствие, конечно, страдало и потребовало перевода в реанимационное отделение. Обнаружены именно глобулины класса М к вирусу гепатита А, HBS-антиген не обнаружен, анти-HCV не обнаружен, выписана она с выздоровлением. Как будем проводить лечение острых вирусных гепатитов? Задачами терапии острых вирусных гепатитов является снижение ликвидации воспалительных веществ, уменьшение интоксикации, стимуляции регенерации и улучшение внутрепеченочной циркуляции крови. Через лежачую печень протекает больше крови, поэтому даже простой постельный режим благоприятно сказывается на работе этого органа. Показанием госпитализации являются средне-тяжелые и тяжелые формы, дети из закрытых детских учреждений, дети из семей, где невозможно осуществить лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия. Режим охранительный, постельный, полупостельный, диета щадящая, стол пятый А, щ, глипотропно-жировой и печок патриотический поперзный рот. Пятый П. Значит, смотрите, пятый А в острой фазе назначаются молочные вегетарианские супы, нежирные отварные рыбные мясные блюда, овощи, фрукты, молочные продукты. Исключаются острые, жирные, соленые, жареные маринады, пряности, исключаются мороженое, торты. Это позволяет нормализовать функцию печени, улучшить во всяком случае. Никаких раздражающих продуктов ребенку не дают. Пятый щадящий снижение количества жиров и легко усвояемых углеводов, ограничение соли, липотропно-жировая пятая ЛЖ, увеличение количества жиров и уменьшение простых углеводов. И пятый панкреатический пониженная калорийность и уменьшение углеводов. Патогенетическая терапия включает инфузионную, дезинтоксикационную, сорбенты, нормализацию функций желудочно-кишечного тракта, сюда относятся значения пробиотиков и ферментов, нормализацию функций желчевыводящих путей и улучшение тканевого обмена, антигипоксанты и гепатопротетов. То есть пять направлений патогенетической терапии. Дезинтоксикационная, инфузионная, сорбционная, нормализация функций желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей и улучшение тканевого обмена. В качестве дезинтоксикационной терапии используется введение глюкозы солевых растворов, полиионные растворы, квинтасоль, ацессоль, флосоль, раствор ингера. Используется реамберин или меглюминонатрия, сукцинат, который оказывает дезинтоксикационное антиоксидантное действие, нормализует кислото-щелочное равновесие, может участвовать в повышении энергетического потенциала клеток. Вот он очень хорош в этом плане и детям при гепатитах назначается в объеме 6-10 мл на килограмм со скоростью 4-3 мл в минуту, но не больше 400 мл в сутки в течение 7-11 дней. Капаем глюкозу 10% до 50 мл на килограмм, раствор натрия хлорида, калия хлорида, альбумин 5 мл на килограмм и свежезамороженный плазм. Общий объем вводимой жидкости не более 50-100 мл на килограмм в сутки. Но когда мы жидкость вводим в таком объеме, мы должны постимулировать диурез, то есть мы как бы форсируем диурез, вводим количество определенной жидкости, лазикс, для того, чтобы то, что он получил этот объем обратно и ребенок вывел, получил и мы с вами безинтоксикационный эффект. При тяжелой форме могут быть назначены глюкокортикоидные гормоны из расчета 3-6 мг на килограмм массы тела в течение 3 дней и затем каждые 2-3 дня дозу снижает наполовину. Сначала наполовину дают 2-3 дня, после уменьшает еще наполовину. Таким образом четверть дозы дают еще 2-3 дня, а потом отменяют. Дают без учета суточного ритма. Дексиметазон вместо принезолона может быть назначен. Его эквивалентная доза равна 1-10 дозы принезолона. Следующее направление это санкционная терапия. Могут быть применены тут и смекта, и полифипан, энтергнин, содержит гидролизный ливнин, препарат из древесины. Тоже они применяются рекомендованы клиническими рекомендациями. Пробиотическая терапия назначается, пифинобактерин может быть назначен, лактоза может быть назначена. Ферментотерапия для нормализации функции желудочно-кишечного тракта. Тут могут применяться панкреатические ферменты, для нормализации функций желчевыводящих путей можем назначать средства стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта, противорводные средства и холиокинетические холиокинетические холиэротические средства. То есть например артишока листьев экстракта или магнезии сульфа. Ну вот церукал, дон-перидол тоже могут быть. применение антигипоксанты и гепатопротекторы сюда можно отнести и усофальк и фосфоглиф и альфа-липоевую кислоту эссенциали. Для профилактики осложнений могут быть назначены метранидозол, антибиотики цифразолин, цифтреоксол и фоксимин, ханомицин, противоглибковые антибактериальные препараты альфа-липоевую и альфа-липоевую и альфа-липоевую средства, которые улучшают агрегацию тромбоцитов, аминокапроновая кислота и там зилат, ингибиторы фибринолиза, протинин и витамин К может быть назначен, амепрозол, вискутер, трикалия и цитрата. Симптоматическая терапия используется дротеверин, папавирин, ибуброфен, парацетамол, деклофенат, цитиризин, ларатагин, форосиметфен, абрабитал, герозепан, оксибутерат, натрия, противосудорожные витамин Е, аминокислоты для парамперального питания. Иммуномодулирующая и иммунокорригирующая терапия для гепатита А не обязательно. Может быть, конечно, использован циклоферон, но амексин и иммуноглобулин человека нормальны. Они чаще применяются у детей не об иммуноглобулине, а о циклофероне, интерфероне при вирусных гепатитах В и С в затяжном их течении. А здесь, конечно, при гепатите А необходимости в ней не возникает. Мы в целом приводим лечение острых гепатитов легких, средне-тяжелых и тяжелых форм в этой лекции. Поэтому здесь вот такой вопрос немножечко и посвящен. методы немедикаментозного лечения. Это физиотерапевтические методы лечения, применение щелочных минеральных вод, поржомие, синтюки, физические методы снижения температуры тела, аэрация помещений и религинические мероприятия. Реабилитация начинается уже в периоде пасгара желтухи и продолжается в периоде реконволюсценции. Физические нагрузки постепенно увеличивают, дифференцированные их применяют, ну и может быть назначено санторное курортное лечение на курортах Весенитуков, Кисловодске, Трусковце, то есть на питьевых курортах. Профилактик строится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами профилактика вирусного гепатита А. На каждый случай инфекции подается экстренное извещение в течение двух часов по телефону, в течение 12 часов в письменном виде. В учреждении проводится текущая заключительная дезинфекция, контактным устанавливается карантин продолжительностью 35 дней. В организованном детском коллективе за детьми наблюдают ежедневно, осматривают кожу, измеряют температуру два раза в день и пальпируют печень, увеличена она, не увеличена, как она изменилась ее консистенция. Дети, не посещающие детские дошкольные учреждения, осмотр проводят не реже одного раза в неделю, по показаниям проводят лабораторные исследования и в обязательном порядке проводится в очаге вакцина профилактика. лабораторная лабораторная диагностика проводится серологическим и молекулярно-биологическими методами. То есть мы делаем ИФА и ПЦР. ПЦР определяет РНК вирус гепатита А, а ИФА определяет антитела. Нас интересуют прежде всего антитела класса М вируса гепатита А. Можем провести пассивную иммунизацию. Обычно ее делают дети до одного года. Можем провести иммунобведение иммуноглобулина 10% коммерческого специфического с высоким содержанием антитела вируса гепатита А, контроль биохимических показателей при диспансерном наблюдении осуществляется в течение 6 месяцев через 1, 3 и 6 месяцев. Первый осмотр проводят больного в стационаре, а последующий в детской поликлинике в кабинете инфекционных заболеваний. Профилактические привки назначаются не ранее, чем через 1 месяц от момента выздоровления, занятие с потом через 3-6 месяцев после перенесенной инфекции. Ну и вакцинацию проводят контактным не позднее 5-го дня от момента контакта в очередной. Вакцинация осуществляется инактивированной вакциной. Вот мы знаем такие вакцины, как Хаврикс, бельгийская вакцина, 720, она для детей, а 1440 для взрослых. А вакцина, вакцина, отечественная вакцина гепаинвак и есть еще вакцина гепаинвак пол с полиоксидонием. Вакцинация проводится двухкратно, проводится первая вакцинация ноль так называемых месяцев и вторая через 6-12 месяцев, через 6 или 12 месяцев, то есть двукратная вакцинация. Вакцинация против гепатита А проводится с возраста одного года, с 12 месяцев жизни, внутримышечно ноль и по схеме и через 6 или 12 месяцев. От 6 до 12 месяцев после первой вакцинации проводится вторая вакцинация. Следующее заболевание, которое имеет тоже энтеральный механизм передачи, энтеральный путь, это вирусный гепатит Э или Е. это вирус гепатита это монотипный мелкий вирус семейства гепиверит от гепивирус. Известно 4 генотипа голый капсид вирус имеет, РНК имеет, менее устойчив чем вирус гепатита А и первый описан в Балаяна в 1983 году. Эпидемиология вирусного гепатита Е это антропоноз источник больной допускает сохранение вируса в организме куцинов кошек свиней еще его называют гепатитом путешественников. Механизм заражения фекально-оральный путеводный пищевой имеет значение как факторы передачи лакообразные моллюськие китайские травы и крайне редко возникает контактный путь при этой инфекции чаще водные пищевые. Этим гепатитом чаще болеют мужчины максимум в 15-30 лет у детей возникают обычно стертые легкие формы болезней сезонность осенне-зимняя эпидемические вспышки возможны в странах Индии Средней Азии Африки Южной Америки Пакистане это заболевание носит природно-очаговый характер и протекает на фоне высокого иммунитета вирусному гепатиту А. Патогенез как при вирусном гепатите А, но бывают тяжелые формы сопровождающиеся обширными микрозами клинически они проявляются картиной фульминантного гепатита. Кубационный период длится 10-50 дней возможен прижелтушный период который характеризуется постепенным началом ястеновгитативным синдромом при этом в клинике мы видим слабость капризность раздражительность потеря интереса к его учебе подавленное настроение подавленное настроение характерный симптом всех вирусных гепатитов для вирусных гепатитов для больных вирусными гепатитами характерно подавленное настроение нарушение сна головная боль преджелтушный период характеризуется диспепсическим синдромом. Кроме того, что мы сказали, да, как же центральной нервной системы, стемно-вегитативного синдрома, еще есть диспепсический синдром, абдоминальный синдром, боли в правом подреберье, иногда могут быть даже выражены интенсивности, повышение температуры тела 1-3 дня, темная моча и обесцвеченный кал, латентный преджелтушный период может быть, когда клинических симптомов мы не видим, и повышение трансэминаз, увеличение уровня антител, к вирусу гепатита, и длительность 1-10 дней. Затем наступает период желтушный, желтуха нарастает постепенно, самочувствие после появления желтухи не улучшается, это его отличает в клинике от вирусного гепатита А, возможен субфибрилитет, гепатомегалия, увеличение селезенки, кожный зуд иногда, и длится он 1-4 недели, иногда до 4-8 недель, то есть значительно дольше, чем при гепатите А. Опорно-диагностические признаки гепатита. Годный путь заражения, очаговость, постепенное начало болезни, эстенеоргитативный синдром, диспепсический синдром, интоксикация с появлением желтухи не исчезает, длительное увеличение печени, высокий процент тяжелых и фульминатных форм болезней, и вот фульминатная форма болезни как раз характерна для беременных, рожениц, родильниц и кормящих матерей. Диагностики используют биохимический анализ крови, увеличение общего билирубина, прямого билирубина, трансэминаз 5-10 раз, тимуловая проба вырастает в 1,5-2 раза, снижается сулемовая проба, иммунно-электронная микроскопия, которая помогла бы идентифицировать вирус, в настоящее время в практике недоступна. Маркеры вирусного гепатита и обыделяют антихав, и внукноглобулины R, позднее проявляются иммуноглобулины G, РНК, РПЦ, и вирусный антиген выделяют в фекалиях и биоптатах печени. Заболевание обычно протекает остро, в ряде случаев имеет затяжное течение, у иммунокомментированных лиц может принимать и хроническое течение. И вот злокачественные формы бывают у взрослых, особенно у беременных, и могут сопровождаться летальным исходом. Течение гепатита E идентична гепатиту А, у беременных не рекомендуется прерывать беременность, не допускать прерывание беременности. Беременные роженицы, кормящие женщины, лечатся в палате интенсивной терапии и наблюдаются совместно инфекционистам и акушерам-линикологам. Профилактика изоляции больных на 30 дней, заключительные текущие дезинфекции, карантин на 45 дней и введение иммуноглобулина. Благодарю за внимание. Сегодня мы рассмотрели вирусные гепатиты с энтеральным механизмом путем заражения. И познакомились с методом диагностики, лечения и профилактики этой инфекции. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...